Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 июля, я сейчас быстренько отвечу еще на один вопрос, который и в прошлом году часто задавался, и нынче уже начали спрашивать на эту тему. Вот Татьяна Кравченко пишет, что зависть на первой кисти, на второй налилась, созрела, а на третьей, ну и дальше, как это называется, как бы замерла в одном состоянии, не увеличивается, не наливается и ничего. Это часто так бывает, я вот много читала на эту тему статей, и многие высказывают свое мнение, мне вот нравится одно мнение, с которым я согласна, я сейчас его озвучу, но это не значит, что это точно так. Я читала не раз, и я думаю, что это действительно так, что растение, когда вот сформировало несколько, например, первую кисть, сформировало вторую, и вот первая, когда уже начинает сильно наливаться, созревать, следующим кистям, которые идут, ну там выше уже, которые позднее сформировались, возможно, им не хватает у растения сил, иногда бывает, что кисти такие мощные, хорошие, и пока не созреет первая кисть, пока она не выполнит вот это вот задание, она не переходит к последующей, например, там к третьей, если вторую даже она уже наливает тоже, то на третьей, наверное, сил не хватает. Для этого очень часто, вы, наверное, слышали, применяют такой прием, что вот на первых кистях, на самой нижней или на следующей, как только начинают буреть томаты, их снимают люди и дозаривают дома. Для чего? Для того, чтобы немного облегчить растению вот эту работу, потому что, ну вы представляете, это такой вес, это нужно столько налить растений, чтобы они все поспели, конечно, это очень тяжелая работа для растения. Вот у меня вот этот кустик, особенно если он невысокий, тут еще вот эти вот, следующие надо наливаться, наливаются они. И вот люди снимают и дозаривают их дома, и многие замечают, что как только снимают вот эти с нижних кистей плоды, которые даже еще не в полностью созрели, сразу же начинается налив следующих кистей, все, оно, растение освободилось, и оно принимается дальше поэтапно. Я думаю, что вот это объяснение самое такое реальное, потому что оно похоже на правду, что действительно растению очень тяжело, когда много кистей одновременно. Это может быть даже столько питательных веществ, оно не может, корневая система не осиливает, может быть, листья, недостаточно листьев, не успевают вот этот фотосинтез провести. Но вы понимаете, или 7 детей в семье, или 3 ребенка. Кому больше достается, каким детям, где мало. Вот это тоже. Если много детей, нужно все их, чтобы они налились, чтобы они все были накормлены. Попробуйте, вот кто писал, что третья кисть не наливается, и вроде как в одном состоянии, попробуйте, как только начинают буреть нижние кисти поспели, снимайте. На подоконнике полежат, они доспеют, они уже, можно сказать, вот я не снимаю только из-за того, что я вот с этих с первых и вторых кистей беру семена, мне нужно, чтобы они на кусте поспели у меня. А вам для еды можно снять и дозаривать дома. Все, до свидания.